Прогулка по лесу Ну что, согласен? Тогда вперед! Это лес. Тут растет много деревьев и живет много лесных жителей. Ого, как звонко поют птицы! А ты узнаешь голос этой птицы? Кто это поет? Верно, кукушка! Вон она сидит среди веток высокого дерева. Вот бы встретить какого-нибудь крупного зверя. Ой, погляди-ка, кто это? Этот зверь носит рога ветвистые, скачет по лесу весь день. Ноги его очень стройные, быстрые. Ну а сам он зовется... Верно, это олень. Олень большой. У всех оленей-самцов есть красивые рога на голове. Самки оленей, лани, рогов не носят. Посмотри, вот одна из ланей прилегла отдохнуть. А маленькие оленята рождаются совсем без рожек. А когда подрастут, выглядит примерно вот так. Со временем у маленьких оленят появляются маленькие бугорки на голове, над глазами. Будущие рожки. Они будут расти и расти все больше и больше. И, наконец, вырастут в очень мощное оружие, с помощью которого самцы выяснят, кто же из них самый сильный. Каждую зиму самцы и олени сбрасывают свои рога. Но ненадолго. Весной у них вырастают новые. А теперь давай побегаем, как олени. Быстро-быстро. Вот так. Молодец. Отправляемся дальше. Ой, погляди, а кто это тут притаился под кустиком? Длинные уши, коротенький хвостик, черненький носик и маленький ростик. Трусишка-зверька, угадай-ка. Конечно же, это зайка. Это зайка. Он маленький и очень пушистый. У зайчика длинные уши. Они нужны ему для очень важного дела. Навострит свои ушки зайчик. Слушает, не приближается ли волк или лиса. Много в лесу у зайчика врагов. Поэтому он должен чутко слышать и быстро бегать. А еще хорошо прятаться под кустиками. Летом зайчик носит серую шубку. Ее не так заметно в лесу. Ну а зимой шубка зайчика становится белой, чтобы было легче прятаться в снегу. А теперь давай почистим шкурку, как зайчики. Вправо и влево. Раз и два. А теперь давай попрыгаем, как зайчики. Скок, 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 скок. Пока, зайка. А мы идем дальше, все глубже в лес. Серый зверь по лесу ходит. Ужас он на всех наводит. Он зубами щелк да щелк. Ну, конечно, это... Ты догадался, о ком мы говорим? Это волк. У волка прекрасное зрение, тонкий слух и удивительное чутье. А еще красивая теплая шерсть и острые зубы. Ведь волк хищник. Волки очень умные животные. Они умеют даже разговаривать друг с другом. Вот послушай. Так один волк передает другому. Берегись! По лесу бродит охотник. Когда на свет появляется малыш-волчонок, он совершенно ничего не видит. И мама-волчица, и папа-волк ухаживают за ним. Волки живут стаями, а их жилище называется логово. На охоту волки ходят всей стаей. Ведь так легче поймать крупного зверя. Интересно, что волки умеют ходить след в след друг за другом. Пройдет целая стая волков, а след остается, как от одного волка. Вот такие умные-то звери. А теперь ты попробуй вместе с мамой пройди так, как волки, наступая след в след. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, а это что за шарик притаился у дороги? Колючий колобок? На колючий шар похож. Кто, скажите? Это... Ёж! Ну, конечно! Этого маленького лесного жителя зовут Ёжик. У Ёжика вся спина покрыта острыми иголками. А еще Ёжики плохо видят, но зато прекрасно слышат и имеют очень тонкое обоняние. Ёж. Ёж хищный зверь, хотя и безобидный для человека. Он питается насекомыми и их личинками. На охоту Ёжики выходят обычно по ночам, ведь это ночные животные. В случае малейшей опасности Ёжик спешит спернуться в клубок. Острые иглы это его главная защита. Осенью Ёжики готовятся к зимней спячке. Накапливают подкожный жир, а когда наступает холода и насекомые исчезают, Ёжик засыпает и спит всю зиму. Тепло ему в уютной норке под толстым слоем снега. Ну а когда придет весна и солнышко прогреет землю, наш Ёжик проснется и будет гулять по лесу до следующей зимы. Давай свернемся, как Ёжик, в шарик и покачаемся в разные стороны. Влево, право, влево, право. Вот так. Отлично! Прощай, Ёжик, мы идем дальше. Ого-го! Погляди, кто это вышел на поляну? Этот зверь косолапый, очень мохнатый, любит кушать мед, реветь, потому что он медведь. Медведь самый крупный зверь в лесу. Ходит медведь в перевалку, поэтому его часто называют косолапым. У медведей длинные и крепкие когти, поэтому мишки отлично лазают по деревьям. Медведи всеядные, любят полакомиться лесными орешками, фруктами и ягодами. Или могут отведать кисленьких муравьев. В жаркий денек Мишка с удовольствием плещется в прохладной воде. Ух, хорошо! Ой, а вот и рыбка попалась! Когда в лес приходит зима, Мишка отправляется в свою берлогу. Там он устроится поудобнее и проспит всю зиму до весны. А теперь давай походим как Мишка, переваливаясь с одной стороны на другую. Вот так! Отлично! Рыжая и хитрая бегает в лесу. Боятся звери малые проказницу лису. Да, лисичка и вправду очень хитрая. У лисы красивая рыжая шубка и пушистый хвостик. А еще острые зубы, ведь лисы охотники и настоящие хищники. И зимой, и летом лисичка остается рыжей, поэтому зимой плутовке нужно быть осторожнее. А теперь давай поиграем в спящую лисичку. Побегай, пока играет музыка, но когда музыка остановится, ложись и закрой глазки, словно ты спишь. Начали! победит подруга и лисички. Да, и значение. Ох, и долго мы гуляли по лесу. Хорошо, что не заблудились. Да еще и грибы нашли. Хорошая прогулка у нас получилась. Пока, ребята!